МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24. С вами Зухра Алиева. Здравствуйте. Полицейские могут разрешать вскрывать автомобили и оцеплять жилье. Такой законопроект, расширяющий права сотрудников правоохранительных органов, подготовила правительство России и передает Интерфакс. В частности, предлагается отдать полиции право вскрывать машины для спасения жизни граждан и предотвращения преступления, а также для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Также правоохранителям могут разрешить оцеплять или блокировать территории, жилые дома и другие объекты и проводить осмотр. Кроме того, проект предусматривает возможность для стражей порядка ограждать места проведения массовых мероприятий, по информации агентства. Поправки одобрены к обменам, но в Госдуму их пока не внесли. Две главные святыни ислама в Мекке и Мезине останутся закрытыми в месяц Рамадан. Об этом в понедельник вечером сообщило Главное управление Саудовской Аравии по делам двух мечетей. Мусульмане не смогут совершать там пятикратный намаз и таравих, специальную молитву, которая выполняется только в Рамадан, после обязательной ночной молитвы. Напомним, что 20 марта власти Саудовской Аравии объявили о закрытии на неопределенное время двух мечетей в целях предотвращения распространения вируса. Стоит отметить, что и в Дагестане молитва таравих не будет проводиться в мечетях. Ученые-богословы, учитывая сегодняшнюю ситуацию, рекомендуют совершать ее дома. Уфтиат Дагестана, врачи и все органы исполнительной власти ежедневно призывают жителей нашей республики к самоизоляции, а также к бережному отношению друг к другу и в первую очередь к самим себе. Мы приближаемся к священному месяцу Рамадан, поэтому категорически настаиваем и призываем верующих Дагестана совершать все богослужения дома, включая таравих намазы и богослужения, совершаемые в святые ночи. Не посещайте кладбище и места скопления людей. Для удобства населения в официальном аккаунте Муфтиат Республики Дагестан в сети Инстаграм будет ежедневно транслироваться чтение священного Корана, а также различные проповеди. Также будут проводиться прямые эфиры, в ходе которых любой желающий сможет задать онлайн-режиме, интересующий его вопрос. Муфтиат Республики призывает всех жителей региона соблюдать режим самоизоляции, не контактировать с людьми без крайней необходимости. Как и все религиозные предписания, выплату с заката и любых других пожертвований сегодня можно осуществить, не выходя из дома. Используйте мобильное приложение или сайт благотворительного фонда Инсан. Из Саудовской Аравии в Махачкалу вылетел самолет с россиянами на борту, всего 230 человек. Российские граждане из-за пандемии коронавируса и отмены международного авиасообщения были вынуждены задержаться за границей. По словам директора хадж-компании Марва Тур, Булата Курбанова, среди пассажиров рейса больше всего дагестанцев, но также есть и жители Чечни и Ингушетии. Все они паломники, которые не смогли вернуться на родину вовремя после совершения малого хаджа в Саудовской Аравии. Также среди них есть и студенты учебных заведений. В конце марта Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом имени Магомедова полностью перепрофилировали под госпиталь для больных коронавирусом. Для проживания медиков оборудовали один из корпусов. На время работы врачи не покидают территорию центра. Штаб помощи мы вместе передали врачам продукты. Подробнее об этом расскажет Луиза Раджабова. К сожалению, в стране наблюдается рост больных коронавирусом. Республиканский центр инфекционных болезней работает в закрытом режиме с 23 марта. В первую неделю сюда доставили примерно 20 больных. На сегодняшний день в стационаре находится порядка 200 пациентов. Из них в отделении вирусной пневмонии 90 человек и порядка 110 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Наблюдая эту всю ситуацию и, конечно, ее анализирует, понимая, что ситуация в республике, в стране очень серьезная. И, конечно, в массовом порядке есть все алгоритмы действия, каждого человека расписаны. Конечно, это самое главное. Понять серьезную ситуацию, понять, что действительно временная изоляция поможет уменьшить накал. Штаб помощи ему в месте, который объединяет Общероссийский народный фронт, благотворительная организация, волонтеров и неравнодушных граждан, решил поддержать врачей и выразить благодарность за их самоотверженность. Сегодня в стране наблюдается рост инфекции коронавируса. И наши врачи каждый день, в том числе рискуя своим здоровьем, оказывают помощь больным. Мы сегодня решили поддержать их, привезли им фрукты, привезли им молочные продукции. Напомним, акция «Мы вместе» проводится во всех регионах страны. С каждым днем к ней подключается все больше людей. Через горячую линию или на сайте «Мы вместе» каждый может предложить свою помощь или стать волонтером. Луиза Раджабова, Дауд Касанов, Новости Нанте, Махачкала. За три года население Дагестана выросло на 2,3%. Такие данные приводят в демографический рейтинг РИА Новости. Показатель позволил войти республике в топ-10 субъектов России по приросту населения. Так, исследование показало, что в Дагестане естественный прирост населения оказался наибольшим среди всех субъектов России. При этом одним из самых высоких по стране оказался миграционный поток из республики. Эксперты РИА Новости посчитали, что регион за три года покинули 30 тысяч человек. В целом за последние три года численность населения России снизилась на 55 тысяч человек. Россети установят в Дагестане более 42 тысяч умных счетчиков. В регионах Северокавказского федерального округа до конца года компания планирует установить около 100 тысяч интеллектуальных приборов учета энергии. В республике из этого числа будут установлены 42 тысячи приборов. Новые счетчики позволят абонентам контролировать свой трафик энергопотребления без дополнительных затрат, анализировать и считать расходы на оплату потребленной электроэнергии. Компания Россети планирует на эти цели инвестировать 12 миллиардов рублей. Шести бессмертного полка в связи с эпидемией в этом году не будет. Но организаторы придумали для масштабной акции новый формат. Рассказать о своем герое сможет каждый через интернет, то есть акция пойдет в режиме онлайн. Для того, чтобы принять участие, необходимо снять короткое видео с историей о войне или сделать фотографию в кругу семьи с портретом родственника участника Великой Отечественной. Видеоролик необходимо выслать на электронную почту, адрес которой вы видите на экране или на WhatsApp по номеру 8 963 790 36 01. А у меня на этом все. Будьте здоровы и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин